Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Общероссийского народного фронта, Мы, депутаты сельского поселения Филипповское, обращаемся к вам от имени многотысячного населения сельское поселение Филипповское Киржачевского района Владимирской области, выступающего против строительства громадного мусорного полигона, планирующегося на территории поселения. Наши районные и областные власти решили в год экологии вырубить 2000 гектар векового леса под мусорную свалку и карьер. Предполагается устроить здесь 60 кучинских свалок и самую большую свалку в Европе. В настоящий момент у нас на руках имеются заключения и ответы, свидетельствующие о том, что размещение мусороперерабатывающего комплекса категорически недопустимо на выбранной территории от следующих организаций. Институт водных проблем Российской академии наук, Российский союз гидрогеологов, Росгидрогео, Институт проблем экологии и эволюции имени Северцева, Российской академии наук и Всероссийская общественная организация Русское географическое общество, председателем которым является Путин Владимир Владимирович. Администрация Владимирской области не желает прислушиваться к нашему мнению, несмотря на постоянные декларирования постулата о том, что при принятии подобных решений должна обязательно учитываться позиция жителей о том, что ни одно решение не будет принято без согласования с населением, неоднократно заявила и губернатор Светлана Орлова и ее заместитель Лидия Смолина. Однако одновременно с этими заявлениями они продолжают проталкивать глобальный для данного нашего края проект, невзирая ни на категорические протесты жителей, ни на выступления единых с жителями избранных депутатов, ни на результаты экспертиз, полученных нами в академических институтах. Эти экспертизы свидетельствуют о том, что реализация данного проекта на территории Филипповского невозможна, поскольку не только уничтожит вековой лес, который всегда считался легкими Москвы, погубит все живое в этом лесу, в том числе животных, занесенных в Красную книгу России и в Международную Красную книгу, отравит воду, которую получает из скважин местное население и которую невозможно будет пить. Более того, особенности наших почв и ситуации с подземными водами ставят под угрозу уничтожение восточную систему водоснабжения Московской области, водой от которых питается город Электросталь, Щелково, Ногинск и многие другие города, от которой питаются более полумиллиона жителей. Администрации Владимирской области полностью игнорируют все эти заключения. На днях главой Киржачевского района Михаилом Гориным незаконно и налично выпущено постановление за номером 1966 от 7 декабря 2017 года о переводе земель, на которых планируется мусорный полигон из зон промышленного назначения в назначении зоны захоронения отходов. Без слушаний, без решений Совета народных депутатов района. Мы, депутаты, приняли на своем совете обращение, где выражаем точку зрения наших жителей и где вместе с ними выступаем единым фронтом против строительства полигона, грозящего катастрофой не только нам, но и жителям соседних районов и областей. Это обращение мы подали главе Киржачевского района Владимирской области Колесникову Сергею Николаевичу, Совет народных депутатов Киржачевского района Владимирской области, главе администрации Киржачевского района Владимирской области Горину Михаилу Владимировичу. Это обращение в соответствии с законом мы имеем право опубликовать в местной газете «Красные знамя». Однако вчера нам стало известно, что нам отказали от напечатывания статьи, в которой мы хотели поделиться информацией о ситуации в филиппском поселении. Вообще Российский народный фронт в лице координатора проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов активно поддерживает нас в нашей борьбе. Владимир Владимирович, вы гарант соблюдения Конституции Российской Федерации. Вы наша единственная и последняя надежда. Не дайте уничтожить 2000 гектаров леса, не допустите медленного уничтожения жителей сельского поселения «Филиппское». Редактор субтитров А.Семкин